друзья всем привет всех с праздником у нас плохие новости есть хорошая новость начнем с плохих плохие новости аська упала в яму упала в яму и как мы поняли приходил ветврач наложил шину не шину а бинт стягивающий жгут бинт и походу она порвала мышцы мышцы вот в этом районе вот тут упала в яму в канализацию да а хорошая упала в яму в канализацию ташу в бойне проверял если есть более вся проверял канализации если туда стек слив и она там нюхала нюхала короче нырнула в канализация а то канализация пустая ну видов растянула связка у кого ей делали сегодня ветврач еще пройдет тоже делать у кого не знаешь как она все будет ну короче так аппетит у нее хороший даем месяц творог со сметаной короче у вас как ни одно так другого аська бортика осюта как ни одно так другой более все нормально это что касается плохих новостей дайска но нормально нормально кайс целом сегодня еще ветрач придет посмотрит что да так вот так классе у нас это что касается плохих новостей кантеры наши нормально а машулька утром поднялись сегодня утром а у нас уже вот такое потомство покрывал я ее своим хряком петреном 14 живых 2 у получается в мешках вышли и отошли то есть это не проконтролировал я думал только сегодня будет а он видать под утро вот так вот начался и все нормально все хорошо 14 а 2 всякого бывает машулька молодец я забрал у нее поросят чтоб она немного отдохнула то она даже не вставала она еще не ела зовет поросят на пускай чуть-чуть отдохнет потом подпущу и я так делаю чтобы они привыкли ходить сюда водную лампу поросята все крупные хорошие ну понятно хряком покрывал петреном все лысоватые но только не такие же черную точку еще есть некоторые а так все в машку белые маша успокойся хорошая хорошая маша все молодец сейчас отпущу отдохни пока машуля отдохни короче атаку опороса вот это свиноматка у меня машка это там машка которая открывала мой канал еще два с половиной года назад лучше свиноматки у меня на хозяйстве еще не было почему я говорю свиноматки потому что она она похожа на f1 ландрас не есть крупная белая и может быть еще какая-то но я точно не знаю похоже она на f1 и свиноматка у которой молочность на высоте молока очень много молоко жирное и очень заботливая свиноматка выкармливает поросят на ура почему я говорю что лучше свиноматки чем f1 еще не придумано вот я оставил кантеров на свиноматки порода кантер порода кантер ну давайте включим логику это чистый дюрок и чистый петрен берем чистый дюрок как свиноматка вообще никакая чистый дюрок чистый петрен как свиноматка вообще никакая чистый дюрок но я бы не сказал что тоже хорошая свиноматка она выкармливает но молочность на очень низком уровне и молоко нежирное это в дюрков она выкармливает но поросята мелковатые при отъеме а потом начинает уже стартовать так что мама не горюй поэтому сам кантур я не думаю что будут хорошие свиноматки я оставил трех штук одну продал кнопку а три оставил посмотрим какие свиноматки если не подойдут просто берем на мясо и все кто-то говорит что свиноматки кантор о самые лучшие свиноматки ну начнем с того чтобы не кантура просто рыжие свиноматки а кантура это чистый дюрок и чистый петрен кто думает что если у него рыженькая цветом это кантур нет друзья кантура это две породы чистый они просто рыжая свиняя поэтому ну я думаю не очень будут свиноматки как свиноматки должны быть вообще в идеале ландра крупная белая или ландра крупная белая f1 лучше свиноматок нету вот как у меня похожа на f1 это свиноматка который никогда нету проблем машулька староста всего хозяйства еще дай бог у нее будет сама опоросилась и это уже не в первый раз я когда-то приехал с работы тоже смотрю бегала у нее уже 14 штук а это 16 и 2 отошло вот ты жужжешь не пишут сами она их зовет на этот один дорвется все ж поели все не голодный чего-то кипиш садить машины переживай все с ними нормально мне просто чтобы они сюда привыкли а то еще буду там возле нее постоянно спать то есть подвергаться опасности а вообще на будущее уже она когда стоит у даже перед опоросом у нее уже вымя телепается трется о пол но она сильно огромная она сейчас на 300 плюс и сильно круглая большая тяжело и вставать но сильно большая крупная это у нее уже по моему 5 опорос если я не ошибаюсь и ей в будущем желательно конечно в станке поросится она сейчас она не хочет придавить никого это но все равно она сильно огромная вчера здесь все проводит инфицировал но готовился к форосу все и здесь продезинфицировал и здесь и здесь побелела там так не белил подбелел только низа уже он выносил короче вот так все пускай дай бог эти вроде бы успокоились так каштану воды да я уже управился вот так у нас аська перемотали чтоб не сильно но она бегает она бегает на трех лапах одну на дуне наступает ну будем надеяться буду держать в курсе ась асюта асю тачка осетка сторожила ты моя аська хорош более там на разборку побежал аська тоже штипа красни бегает постоянно охраняет здесь у меня осталось две покрытых свиноматки анфиса вот это вот анфиса а то черноспинка я их только-только покормил ну а тут обезьянка и киевлянка это у нас первая на порос обезьянка потом киевлянка потом анфиса и потом крайняя черноспинка это этих этих получается свиноматок им пороситься негде их надо только в новый сарай поэтому мне по-любому надо в новый сарай насчет сани саня уехал получается в пятницу уехал в пятницу и не доработал два или три дня опять почему уехал раньше потому что я уже не могу мне уже надоело туда-сюда короче мне скучно тут а у тебя одно и то же самое короче отдал ему зарплату отдал как и обещал премию и я ему говорю что если мы до твоей зарплаты успеем сделать и зерносклад ну вагон который подзернул я говорю отдам тебе премию и уедешь домой ну так и получилось короче я не стал тебя досчитывать дни отдал ему зарплату все посчитали и как обещал отдал ему премию и саня поехал на прошу транс за своей юлей он мне звонил еще в пятницу уже вечером часов наверное в шесть вечера или пол седьмого где-то так что доезжает на такси до першотранска он доехал получается его вывез на трассу симферопольскую буквально прошло 15-20 минут ему его с и ему остановилась фура дальнобойщики дальнобойщик его довез до днепропетровска в днепропетровск он добрался по моему как он не говорю до полограда а там взял такси до першотравецка там какой-то мост поломался круче надо объездом ехать что-то у меня это рассказывал саня уехал на совсем я говорю даже не вздумай там где-то думать в мыслях я вернусь буду работать я говорю ему настраивать свою личную жизнь настраивать свое жилье устраивайся на работу там есть или на мебельку он вроде бы этому говорил с кем-то по телефону или может на буровую строится пускай устраивается и налаживает свою личную жизнь мне не надо допустим чтоб он опять ко мне ехал чтобы он ко мне приехал и тут работа пускай там работы я буду рады если он позвонит я устроился на работу живу хорошо и счастлива у нас все хорошо это мне будет самая лучшая новость а не когда она 5 приедет так и так братишка шо ты этот буду работать у тебя мне так не надо мне лучше пускай он едет и пускай так сказать встает на ноги а шо ж это путаться приняться надо свою жизнь свою жизнь налаживать свое организовывать то есть браться уже за голову сколько можно от это путаться бухать гулять одинокий образ жизни но это же никуда не годится поэтому за сами пускай дай бог держим кулаки пускай у него все получается и все у него будет хорошо то есть пятницу он уехал и по сараю сейчас занимает сейчас я сижу в сарае занимаюсь клетками потом среду уже покажу и там еще куча новостей я вам в этом ролику ничего не сказал среду уже расскажу все так что так друзья по сани и по айске по опоросу там еще есть нюансы по другим опоросом поэтому потом-то уже в среду все расскажу всех с праздником сегодня у нас праздник троица сегодня выходной вроде бы завтра выходной я сегодня надо было мне делать машки двери такие чтобы закрывали где поросята задвижку но я не делал думаю праздник короче а так всем спасибо за внимание всем пока о как все вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok